Здравствуйте! Вы смотрите новости на 12-м канале, в студии Елена Бабкова и сегодня в выпуске. В погоне за богатым уловом забывают о безопасности. Рыбаки усеяли иртыш после длительных морозов. Автобусы на связи. А мечи теперь следят за общественным транспортом с помощью телефона. Модернизацию омского полета оценил глава Роскосмоса. Дмитрий Рогозин побывал на предприятии. Здоровье с доставкой на дом. Медики получили в распоряжение новые передвижные ФАПы. И матч года для омских болельщиков. Авангард готовится к схватке с Сибирью. В регионе наступило долгожданное потепление. После крепких морозов в минус 45 столбики термометров днем в отдельных районах поднялись до минус 17 градусов. Однако такая относительно комфортная погода сохранится, увы, ненадолго. Так, по прогнозам синоптиков, днем 31 декабря за окном будет 14-19 градусов мороза. А уже в ночь на 1 января столбики термометров опустятся до отметки в минус 25 градусов. На продолжительные прогулки омичам не стоит рассчитывать и в течение всех новогодних каникул. Днем на улице будет минус 15, минус 19, ну а ночью до минус 27. Морозы ослабли и на Иртыш уже сегодня начали массово выходить любители зимней рыбалки. Сотрудники МЧС вместе с добровольцами Россоюз спас этим утром осмотрели места сбора людей, занимающихся ловлей. И обнаружили, что не всегда омичи помнят о своей безопасности. Многие не устанавливают палатки, а в погоне за добычей забывают следить за временем. И по нескольку часов проводят на открытом воздухе, не замечая переохлаждения. Если мы понимаем, что мы столкнулись с обморожением, ни в коем случае не надо растирать конечность, руку или ногу. Ни в коем случае нельзя мазать какими-то согревающими мазями. Если мы находимся на улице, в первую очередь нужно человека завести в тепло, в теплое помещение. Между тем, спасатели уже перешли на усиленный режим работы. И в новогодние каникулы будут еще более оперативно реагировать на все звонки, поступающие на экстренные номера. Менее трех часов остается до того, как главная городская елка зажжет огни в парке 30-летия ВЛКСМ. Начнется театрализованное представление в 17 часов. Мы покажем это в прямом эфире. Основную программу приготовили актеры театра-студии Любови Ермолаевой. Организаторы советуют горожанам приходить на торжество заранее. За час до главного представления гостей будут встречать аниматоры. Заработают интерактивные площадки. Кстати, загадать желание под главной городской елкой амичи смогут не один раз. С 3 по 5 января в 16 часов и 8 января в 17 часов в парке также пройдут игры и праздничные программы. Ну а омская елка теперь есть и на военном фрегате «Адмирал Григорович». Новогоднее дерево, а также игрушки и костюм Деда Мороза экипажу судна подарила труппа театра «Галерка». Такой презент актеры решили сделать морякам после летних гастролей в Крыму, где артисты и познакомились с моряками под шеф новоомской области корабля. Чтобы главным символом Нового года на фрегате все-таки стало колючее дерево, а не пальма, актеры попросили своих коллег из Севастополя передать матросам не только поздравления, но и то, что создаст праздничное настроение – елку и игрушки. Подарок членам экипажа вручил главный режиссер драматического театра имени Бориса Лавренева Черноморского флота России. Кстати, в этом году труппа из Севастополя посетит Омск с гастролями. Темпы модернизации Омского завода «Полёт» оценил Дмитрий Рогозин. Глава Роскосмоса проверил ход подготовки производственных площадок для запуска полного цикла сборки ракет-носителей «Ангара». Работы по внедрению замкнутого технологического процесса на предприятии планируется завершить в 2023 году. В настоящее время практически закончен первый этап реконструкции мощности, на очереди второй этап технического перевооружения. Специалисты завода рассказали Дмитрию Рогозину о новых технологиях, запущенных в производство. В частности, работникам удалось освоить особую сварку частей ракет-носителя, которая обеспечивает повышенную прочность изделий. Как отметил губернатор Александр Бурков, техническое перевооружение Омского завода позволит продемонстрировать богатство научного потенциала региона и закрепить полёт на федеральном уровне как точку притяжения профессиональных инженерных кадров. За здоровьем жителей отдалённых деревень будут следить медики передвижных ФАПов. Новые мобильные комплексы для области приобрели за счёт средств федерального бюджета. Кабинеты на колёсах отправятся в Называевский и Омский районы, где находится большое количество посёлков, удалённых от центральных больниц. Также на вооружении омских врачей появился ещё один мобильный маммограф. На нём онкологи будут выезжать в район и проводить диагностику рака молочной железы, что позволит выявлять заболевания на ранних стадиях. Общая стоимость передвижных комплексов – более 30 миллионов рублей. Новую машину получила и служба скорой помощи региона. Автопарк пополнили 10 машин. Где едет автобус, расскажут по телефону. Следить за общественным транспортом омичам теперь помогает специальная система информирования. Позвонив по телефону 90 12 12, пассажирам могут узнать список остановок, рядом с которыми сейчас едут нужные им автобусы и маршрутки. Единая база данных в режиме реального времени рассчитывает график движения машин. Таким образом, без подключения к интернету и абсолютно бесплатно, горожане могут следить за передвижением общественного транспорта. По словам авторов программы, сервис уже весьма популярен. Среди амичей за день на линию поступают около 200 звонков. Чаще всего пассажиров интересуют автобусы номер 14, 40 и 63. Тем временем по городу колесит Дедоморобус. Необычный транспорт делает остановки. К пассажирам выходит Снегурочка. Она предлагает амичам поиграть, чтобы согреться и просто развеселиться. Следом появляется Дед Мороз. И не один, а сразу три. Все вместе они поют, шутят и поздравляют амичей с наступающим Новым Годом. Многочисленные зрители собираются мгновенно. Кто-то даже выходит из своих автобусов, чтобы попасть на необычный праздник. Я буквально пришла в магазин за подарком на день рождения в мобильный магазин. И вышла, увидела Деда Мороза, Снегурочку. Ну и подошла как бы с родителями посмотреть. Автобус, полный волшебников, будет ездить по Омску вплоть до Нового Года. Маршруты разные. Так что амичи могут встретить Дед Мороза во всех районах города. Билеты на омские электрички не подорожают. РЭК утвердила стоимость проезда в пригородном электротранспорте. Экономически обоснованный тариф составил 1,97 рубля за километр. А цена проезда варьируется в зависимости от зоны протяженности маршрута. К примеру, билет на поездку в пределах 5 километров от города обойдется в 18 рублей. Цена во второй, третьей и четвертой зонах составит, соответственно, 24, 34 и 46 рублей. Таким образом, цена проезда в электричках остается на одном уровне уже третий год, благодаря компенсациям из бюджета. Пассажиры оплачивают чуть больше половины от экономически обоснованной стоимости. Остальные средства, это ежегодно порядка 150 миллионов рублей, возмещаются перевозчикам из казны региона. Кстати, железнодорожный транспорт амичи чаще всего выбирают для поездок в Новосибирск. Рейтинг самых популярных городов для путешествий составил один из сервисов Яндекса. В топ-3 предпочтений жителей региона вошли также Москва и Тюмень. В десятки любимых мегаполисов Екатеринбург, Сочи, Петропавловск, Канапа, Санкт-Петербург, Краснодар и Барнаул. А вот среди авиарейсов самыми востребованными оказались самолеты до столицы. Помимо Москвы, жители региона также нередко летают в Питер, Краснодарский край и Новосибирск. Хрюшка на удачу. В преддверии Нового года, символом которого станет земляная свинья, амичи начали массово скупать мини-пигов. Этих крохотных поросят вывели еще в середине прошлого века. От обычных хряков они отличаются чистоплотностью и высоким интеллектом. Но главное достоинство – это размер. Карликовые питомцы могут жить в квартире. Однако не все мини-пиги остаются маленькими. Иногда с годами пятачки превращаются в кабанов, которые крушат все на своем пути. Екатерина Булучевская встретилась с хозяйкой такой хрюши и узнала, что не у всех поросят свинский характер. Очаровательнее котенка, чистоплотнее енота, преданнее щенка. Описание карликовых поросят пестрит эпитетами. По нормам крохотное существо в длину не более 70 сантиметров, весом около 2 килограммов. Но главное мини-пигов отличает интеллект. Животное за несколько минут может с легкостью освоить до 10 команд. Любит купаться, играть. Другая особенность – но уже не породы, а хитрого рынка. Милая кроха порой вырастает в обычную свинью. Двугодовалую гагу миниатюрной не назовешь. Вес хрюшки почти 50 килограммов. За раз съедает кастрюлю гречки и связку бананов. Это любимое лакомство. Но еще год назад гага была аккуратной свинкой, весом всего в несколько килограммов. Хозяйка признается, не ожидала, что карликовая хрюшка, которую когда-то носила на руках, теперь будет с трудом вписываться в повороты. Впрочем, Оксану сюрприз не расстроил. Девушка уверяет, у ее любимицы совсем не свинский нрав. Мы гагочку очень любим, очень-очень-очень любим. И когда вечером, допустим, мы возвращаемся с работы, и вот она нас встречает, весело машет хвостиком. И, конечно, это мощный антистресс. Сразу все проблемы улетучиваются. И веселее жить с ней. Вот только мини-пик, превратившийся в хряка, угроза для интерьера. Питомец может сломать мебель, сесть в портьеры или одежду. Чтобы хрюшка оставалась более или менее компактной, говорят ветеринары, ее нужно посадить на диету. То есть давать жирную, сахаристую еду, крахмалосодержащую, то, конечно, она и разжиреет. Лучше всего все-таки использовать корма специализированной. Но есть люди, которые принципиально не используют специализированные корма, они готовы использовать обычную еду. В таком случае нужно так сбалансировать рацион, чтобы животное находилось в нормальном физиологическом состоянии. Фрукты, овощи, они где-то должны примерно четверть содержать. Сегодня гага-любимица не только хозяев. Быть может, как раз из-за внушительных размеров со свинкой поладил пес. Причем не самой дружелюбной породы, а лабай-шаман. Хрюша и собака любят вместе гулять. Кстати, союз символичный. Ведь собака символ уходящего года, свинья наступающего. Так что и в 2019-м, уверена Оксана, их дом не оставит удачи. Екатерина Малучевская, Денис Лопарев, 12 канал. Лучший бомбардир китайской красной звезды пополнит ряды авангарда. Омский клуб заключил контракт с 27-летним канадским нападающим Тейлором Беком. В этом сезоне в цветах красной звезды форвард сыграл 39 матчей. На его счету 22 очка по системе гол плюс пас при показателе полезности плюс 5. По словам президента хоккейного клуба, бег полностью адаптирован к КХЛ. Он обладает хорошей скоростью, а также сильным и точным броском. И в продолжение хоккейной темы. Сегодня омские болельщики увидят третий поединок традиционного сибирского дерби в этом сезоне. В Новосибирске ястребы сыграют с местной Сибирью. Этот матч стал своего рода подарком для омских болельщиков к Новому году. Те, кто не решался отправиться на игры в Балашиху, сегодняшний вечер проведут на трибунах Ледового дворца Сибирь. Здесь ожидают солидный десант фанатов авангарда. Весь день с ястребами сегодня проведет и наша съемочная группа. В Новосибирске сейчас работает Анна Кокорина. Мы ждем прямого включения от нее уже в следующем выпуске новостей. Впереди прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.рум. Там же мы выкладываем и полные выпуски программу «Час новостей». Реклама будет короткой. Знаменитая новогодняя распродажа в ювелирных магазинах «Березка». И в завершении выпуска о погоде. Завтра, 29 декабря, по городу и области Пасмурно. Температура воздуха в районах ночью минус 13, минус 15, днем 7,11 градусов ниже нуля. В Омске завтра возможен снег, ночью минус 16, днем 10,12 градусов холода. Ветер юго-восточный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. На этом пока все новости. Далее на 12канале продолжение сериала «На пути к сердцу». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова